Масло усьмы для роста волос – все рецепты применения. Противопоказания на упаковке такого препарата производители не указывают противопоказания, причина их нет. Исключение – личная непереносимость, выявить ее просто. Для чего следует выполнить следующее действие – нанести на внутреннюю поверхность руки пару капель вещества. Подождать несколько минут, осмотреть поверхность кожи на предмет наличия покраснений и отечности. Если указанные признаки отсутствуют, а зуб не ощущается, то противопоказаний у человека нет. Фото депосли, как используют масло, используют двумя способами, средства для устранения облысения можно использовать в чистом виде, нанося его на проблемное место. Держать маску требуется не менее 40 минут, при первом использовании можно сократить время, если человек почувствует сильнейшее ежение. Препарат разрешается смешивать с различными бальзамами, шампунями, но поскольку его желательно применять максимально долго, то лучше добавлять в различные масла и маски. В любом случае средство наносит на чистую поверхность головы и неспешными движениями это обеспечивает быстрое впитывание. Для указанной процедуры позволено использовать ватные тампоны, щетки. Наносить вещество оптимально на ночь, укрыв голову пищевым целлофаном, специальной шапочкой и обмотав ее полотенцем-платком. Утром препарат смывается любым обычным шампунем. Добавление в шампунь наиболее простым методом использования препарата является добавление его в шампуни, бальзамы. Такой вариант применения отличная профилактика облысения. Для достижения цели достаточно в обычное количество шампуня добавить несколько капель средства. Добавление в масло более стабильный результат дает добавление 5-7 капель препарата в оливковое, кастуровое, льняное, растительное масло. Наносится маска на всю ночь. Для профилактики смесь достаточно использовать раз в неделю, облысение лечит ежедневным применением. Рецепты масок Горчичная маска Для ее изготовления необходимо сделать следующее. Горчичный порошок В количестве 2 ст. Лист смешать с двумя ч. л. Сахара Добавить в получившуюся смесь масла 8,5 ч. л. Также потребуется репейное масло 2 часа. Л. Ингредиенты смешиваются. Консистенция маски должна быть сходной с аналогичной характеристикой сметаны. Уменьшать густоту позволено добавлением обоих жидких компонентов. Далее полученную смесь следует нанести на дерму головы, втирая массажными движениями. Наибольшее внимание при выполнении процедуры уделяется проблемным местам. Маска используется пока есть возможность терпеть сжение. Большинство людей отмечает, что оно существенное, но организм со временем адаптируется. Смывается лечебная смесь достаточным количеством теплой воды с шампунем. Для теплового эффекта следует использовать целлофан и теплый платок, которыми обматывают голову. Горчица сама по себе отличный стимулятор роста. Мы приготовили для вас больше рецептов масок с горчицей для быстрого роста волос. Кефирная маска. В сотом году кефира добавляется 6 капель масла. Также обязательно наличие кокосового и репейного пача. Листы каждого продукта. Далее компоненты тщательно перемешиваются. Сначала смесь наносят на имеющиеся проблемные места. Если кефир с добавками не использован полностью, то остатки втирают в ряде волос. Длительность процедуры не менее двух часов. После смывания используется целлофан-полотенце для обеспечения теплового эффекта. По отзывам многочисленных пользователей масло усьмы способно дать результат, даже когда облысение существенное. Часто люди указывают, что рост волос заметен после первого использования препарата. Если вы не смогли купить масло усьмы, не расстраивайтесь. Предлагаем обзор доступных и эффективных средств для роста волос. Бабушка Агафья для роста волос. Медикамет. Лосьон-активатор роста волос. Мумьё для роста волос. Чемеричная вода для роста волос. Спрей для роста. Волос в домашних условиях. Дегтярное мыло для стимуляции роста волос. Полезные видео-суперсредства для волос. Принцип действия масла добывают и семян усьмы, двухлетнего растения, распространенного по всему миру. Оно давно и широко используется народами Африки, Востока, для лечения профилактики облысения, выпадения волос. Причина усьма насыщена большим количеством полезных веществ, которые легко проникают в волосяные лукавицы. Далее происходит быстрое насыщение фолликул витаминами, другими необходимыми веществами. В результате указанного воздействия активизируется рост волос. Как получают добывают масло во усьмы при помощи холодного отжима с использованием центрифуги. Это позволяет эффективно отделить нужную масленичную фракцию от сока и обеспечить максимальное качество сырью. Прессование описанным способом дополнительно дает возможность сохранить все полезное. Состав Состав масла во усьмы в больших количествах содержит такие полезные вещества. Алкалоиды эти органические соединения Обладают физиологической активностью, позволяющей моментально активировать рост новых густых волос. Линолевую кислоту, обеспечивающую функционирование луковиц, волос. Флавоноиды Эта группа веществ существенно активизирует деятельность других полезных компонентов. Алиновую кислоту позволяет всем полезным компонентам быстро проникнуть в глубь кожи. Глюкозу Витамины активно поддерживают все необходимые процессы, влияют на скорость роста волос. Это средство востребовано, так как оно, быстро проникая вглубь дермы, воздействует на волосяные луковицы, стимулируя рост. Укрепляет вновь выросшие и имеющиеся, но ослабленные волосы, обладая достаточными антибактериальными свойствами. Также это средство удобно в использовании, оно не отрашивает кожу, волосяной покров, не вызывает рост волосков других. В местах, кроме головы, легко наносится, смывается, совсем не оставляет жирных пятен. Как используют масло? Используют двумя способами. Средство для устранения облысения можно использовать в чистом виде, нанося его на проблемное место. Держать маску требуется не менее 40 минут. При первом использовании можно сократить время, если человек почувствует сильнейшее ежение. Препарат разрешается смешивать с различными бальзамами, шампунями, но поскольку его желательно применять максимально долго, то лучше добавлять в различные масла и маски. В любом случае средство наносит на чистую поверхность головы и неспешными движениями это обеспечивает быстрое впитывание. Для указанной процедуры позволено использовать ватные тампоны, щетки. Наносить вещество оптимально на ночь, укрыв голову пищевым целлофаном, специальной шапочкой и обмотав ее полотенцем, платком. Утром препарат смывается любым обычным шампунем. Добавление в шампунь наиболее простым методом использования препарата является добавление его в шампуни, бальзамы. Такой вариант применения отличная профилактика облысения. Для достижения цели достаточно в обычное количество шампуня добавить несколько капель средства. Добавление в масло более стабильный результат дает добавление 5-7 капель препарата в оливковое, кастуровое, льняное, растительное масло. Наносится маска на всю ночь. Для профилактики смесь достаточно использовать раз в неделю, а блысение лечит ежедневным применением. Рецепты масок Горчичная маска Для ее изготовления необходимо сделать следующее. Горчичный порошок в количестве 2 ст. Лист смешать с двумя ч.л. Сахара Добавить в получившуюся смесь масло 8 м. пол ч.л. Также потребуется репейное масло 2 часа. Л ингредиенты смешиваются. Консистенция маски должна быть сходной с аналогичной характеристикой сметаны. Уменьшать густоту позволено добавлением обоих жидких компонентов. Далее полученную смесь следует нанести на дерму головы, втирая массажными движениями. Наибольшее внимание при выполнении процедуры уделяется проблемным местам. Маска используется пока есть возможность терпеть жжение. Большинство людей отмечает, что оно существенное, но организм со временем адаптируется. Смывается лечебная смесь достаточным количеством теплой воды с шампунем. Для теплового эффекта следует использовать целлофан и теплый платок, которыми обматывают голову. Горчица сама по себе отличный стимулятор роста. Мы приготовили для вас больше рецептов масок с горчицей для быстрого роста волос. Кефирная маска В сотом году кефира добавляется 6 капель масла, также обязательно наличие кокосового и репейного пача. Листы каждого продукта. Далее компоненты тщательно перемешиваются. Сначала смесь наносят на имеющиеся проблемные места, если кефир с добавками не использован полностью, то остатки втирают в ряде волос. Длительность процедуры не менее двух часов. После смывания используется целлофан-полотенце для обеспечения теплового эффекта. По отзывам многочисленных пользователей масло усьмы способно дать результат, даже когда облысение существенное. Часто люди указывают, что рост волос заметен после первого использования препарата. Если вы не смогли купить масло усьмы, не расстраивайтесь. Предлагаем обзор доступных и эффективных средств для роста волос. Бабушка Агафья для роста волос. Медикамет. Лосьон-активатор роста волос. Мумьё для роста волос. Чемеричная вода для роста волос. Спрей для роста. Волос в домашних условиях. Дегтярное мыло для стимуляции роста волос. Полезные видео. Усьма. Лучшие средства от выпадения волос. Суперсредства для волос. Д� pewnей energía. До-м. До-м. До-м.